Всем привет! Когда я приехала в Барелочи, я как дурочка у всех расспрашивала о том, оправдали, что здесь свою жизнь закончил Гитлер. Более того, один таксист, которого я об этом даже и не спрашивала, показал мне место, где был его дом. Но оказалось, что здесь, в Барелочи, живут более интересные люди. Здесь я познакомилась с Алланом, потомком белых иммигрантов, чей дедушка был телохранителем великой императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. И в его семейном архиве, который сегодня мы увидим, есть фото, подаренные самим Николаем II. Но и этот факт не самый выдающийся в биографии Аллана и его семьи. Смотрите это видео до конца. Сегодня у меня для вас сенсация. И да, это первое эксклюзивное интервью Аллана специально для моего канала. Больше такого вы нигде не увидите. Живая история, которая рядом с нами. Несмотря на то, что Аллан русский, у него русские корни, но родился он уже во втором поколении на территории Аргентины, поэтому по-русски он не говорит. И это интервью я буду делать дубляжом сверху того, что записала. Я немножко волнуюсь, так как первый раз в жизни беру интервью у настоящего принца. И это мое первое интервью с дубляжом, поэтому не судите строго, но материал сегодня, который вы услышите, он уникальный. Поэтому оставайтесь до конца. Аллан, расскажи, пожалуйста, нам историю своей семьи и своего деда. Кем он был? Хорошо. Моего деда звали Евгений Михайлович Нагаец. Евгений Михайлович Нагаец. Он родился 3 марта 1893 года в станице Холмская рядом с Краснодаром и был офицером Кубанской казачьей императорской гвардии. Начиная с 1916 года он служил в личном его императорского величия конвои императрицы Марии Федоровны в Киеве. И он находился всегда рядом с ней, охраняя ее, и вместе с ней эмигрировал в Данию в 1919 году. И с ней он оставался до 1928 года, охраняя ее до самой смерти. И когда мой дед закончил службу казака, он решил переехать в другую страну. И в 1930 году он сел на корабль в Шербурге во Франции, на котором он отправился в Южную Америку. Он прибыл в Буэнос-Айрес, в Аргентину, примерно в августе 1930 года. Прибыв в Аргентину, вскоре мой дед познакомился с молоденькой девушкой, журналисткой, в которую он влюбился, и вместе они решают отправиться жить в Бразилию. И в 1933 году, 19 декабря, они женятся в Бразилии. В 1934 году у них родился первый ребенок, Алексис. И в 1939 году у них родилась дочь, моя мать Александра. В 1940 году друзья моего деда Евгения, казаки-эмигранты, уговаривают его вернуться в Аргентину. Вернувшись в Аргентину, они поселяются в Буэнос-Айресе, непосредственно в столице, и у них начинается следующий новый этап жизни. Дед зарабатывал на жизнь джигитовкой, выступал на казачьих выставках и мероприятиях, которые проводились чаще всего на ранчо, которое называлось Хуан Бериса в провинции Энтри-Риос, а в Буэнос-Айресе, в клубе Темперли. И также он выступал на других мероприятиях, которые проводили казаки на территории Аргентины. В 1954 году семья деда приезжает в отпуск в Сан-Карлос-де-Барелочи, город, в котором я в последующем родился. Моя мать влюбилась в этот город, и в свои 15 лет она решила остаться в нем одна. Дед вернулся в Буэнос-Айрес, а моя мать осталась в Барелоче. В последующем она здесь выходит замуж и родила много детей. Девять детей. У меня три брата и пять сестер. Четверо из нас родились в Сан-Карлос-де-Барелочи и остальные в Буэнос-Айресе. Я четвертый сын в семье. В 1974 году умер мой дядя Алексис в провинции Сан-Луис. Он был пилотом в вооруженных силах Аргентины. Моя мать с трудом переживала эту трагедию и решила вернуться в Буэнос-Айрес в том же году, куда мы и поехали с моим братом Алексис. Алексису тогда был один год, а мне было два года. И мы вернулись в Буэнос-Айрес к нашей бабушке, которая осталась одна. Мой российский дедушка после революции хранил все печати Ногайского хана. Мой прадед Михаил Ильич Ногаец передал все эти печати и герб Ногайцев по наследству моему деду Евгению Михайловичу, чтобы он хранил их, потому что тогда они думали, что революция не продлится долго. И считали свою эмиграцию временным явлением. Аллан, давай поговорим с тобой шаг за шагом о твоем деде. Сначала о его службе царю, немного этой истории, а затем самое интересное. Историю печати, который хранил твой дед. И кто на самом деле был твой дед. И затем обратимся за помощью к нашим зрителям, кто может нам помочь найти информацию в России, в архивах, в музеях. Так как у тебя совсем мало информации, тебе не хватает много информации, большого объема, которую можно найти сегодня только в России. И я знаю, у меня есть много подписчиков со всех концов России, кто нам сможет помочь с поиском недостающей информации. Но сначала давай начнем со службы твоего деда, царю Николаю II. Хорошо, но я многого не помню. Мой дедушка проходил военную службу в Кубанской императорской гвардии и дослужился до звания капитана. А в 1916 году он полностью всецело попадает в руки императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. И я знаю, что когда Мария Федоровна эмигрировала в Данию, она избрала твоего деда личным телохранителем. Так ли это? Да, так и было. Когда императорская персона в 1919 году отправилась в Данию, мой дед ее сопровождал. Потом мой дед вернулся на Кубань. В составе вооруженных сил Юга России и русской армии он принял участие в десанте на Кубань, где получил тяжелое ранение в августе 1920 года и отправился лечиться в госпиталь в Константинополе. Это происходило в 1920-21 годах. И в 1921 году государинная императрица Мария Федоровна выразила пожелание иметь при себе одного из офицеров конвоя, бывших при ней в Киеве в дни революции. И мой дед Евгений Нагаец по распоряжению главнокомандующего русской армии генерала Врангеля отбыл в Данию к ее императорскому величеству. Врангель и помог моему деду вернуться в Данию, чтобы сопровождать императрицу. И мы считаем, что именно в этот момент, согласно хронологии событий, мой прадед Михаил Ильич Нагаец передал все печати и герб моему деду Евгению, чтобы он забрал их с собой в Данию, так как считал, что революция это ненадолго и скоро он с печатями вернется на родину. Печати нужно было сохранить в должном виде, чтобы затем их вернуть на территорию России. Но так как революция длилась очень долго, печати хана Нагайцев никогда больше не вернулись в Россию и с 1921 года находятся за пределами России. Эти печати и герб Нагайцев прибыли в Аргентину в 1930 году. После смерти моего деда моя мать была хранительницей печатей и герба Нагайцев, а также семейных фотографий и фотографий, подаренных семье Николаем II. Моя мать умерла в 1997 году и все семейные реликвии были распределены между тремя братьями Аниваль, Алексис и мной. И вот уже 26 лет мы храним эти печати и заботимся о них. Но на сегодняшний день все они находятся у меня. Я немножко поясню, чтобы было понятно, потому что я только что все эти печати посмотрела и вот я вставлю видео. Это печати хана Нагайцев. Эти печати принадлежали дедушке Алана. А история такова, что Алан не знает подробности этой истории. Вот что ему известно об этих печатях. В 1977 году умер дед Алана Евгений Михайлович Нагайц и мать рассказала ему и его братьям, что ее называли Нагайской княгиней, а деда Алана называли принцем. Тогда же братьям была рассказана история семьи, но Алану на тот момент было пять лет, поэтому он мало что помнит. Также интересен тот факт, что в официальных документах бабушка писалась как принцесса Зулита де Нагайц Нагай хан. Печати, которые хранятся у Алана, согласно отпечатку, принадлежат хану Нагайскому. Нагайц это была и фамилия деда, и Нагайцы это народность. Получается, что дедушка Алана был ханом народности Нагайцев. Но особных подробностей Алан не знает, поэтому просит помощи тех, кто живет в России и у кого есть доступы к историческим архивам, особенно на территории Краснодарского края, где родился его дед, и Запорожской области в Украине, откуда родом был его прадед. Кто может помочь и разобраться с этой историей? Несколько фотографий царственных персон из личного архива семьи Алана, который непосредственно Николай II, императрица Мария Федоровна, подарили семье. Кто же был на самом деле дед Алана, помимо того, что он служил в личном комвое Николая II, а в последующем и личным телохранителем императрицы Марии Федоровны, когда она отправилась в эмиграцию в Данию, а его дед проживал в соседнем доме, чтобы всегда быть рядом с императрицей. Благодаря фотографиям, которые хранятся в семейном архиве, понятно, кто был его дед в плане военной службы царя. Но для Алана остается загадкой, почему у его деда такое количество печатей всех размеров хана Ногайского. Где корни этой истории? В чем основная загадка его семьи? Давайте, друзья, проверим правила шести рукопожатий и поможем Алану раскрыть все тайны его происхождения. Поэтому, друзья, у кого есть доступы к историческим архивам и к церковным записям, пишите мне. Я дам немножко больше известной информации по датам, а мои координаты во всех соцсетях всегда есть под каждым видео. Давайте вместе попробуем восстановить историю, которой так очень мало осталось. Про семью Алана мы сейчас можем узнать что-то только благодаря тому, что его дед вовремя эмигрировал сначала в Европу, а потом в Аргентину. Благодаря сохранившимся архивам и той информации, которую Алану передала его мать, часть историй своей семьи он знает. Но, как и каждому человеку, естественно, ему хочется знать о себе больше, особенно когда ты принц Ногайский. И еще один вопрос, который меня беспокоит уже много лет. Есть ли у меня родственники семьи Ногайц, живущие в России? Я пытался искать через интернет, но так как не говорю по-русски, у меня это не получается. Поэтому для всей моей семьи очень важно знать, остался ли кто-нибудь из нашей семьи в России. Я еще раз повторю, что дедушка Алана родился на территории станицы Холмская Краснодарского края. Фамилия у него была Ногайц, Евгений Михайлович Ногайц. Прадедушка родился в Запорожской области Украины. Так же, как и мой прадед, отец мамы моей мамы тоже прибыл в Краснодарский край из Запорожской области. У нас вообще столько оказалось общего в корнях. Только народности разные. И, к сожалению, я не принцесса Ногайская. И вообще никакая не принцесса, даже не принцесса Кубанская. Поэтому, друзья, если у кого-то есть информация, кто-то знает людей с такой же фамилией Ногайц, мы вам будем очень признательны. Давайте проверим это правило шести рукопожатий, хотя у меня подписчиков намного больше. И много людей посмотрит это видео, и мы сможем помочь Алану найти его родственников на территории России. Алан, хочешь нам рассказать что-то еще? Нет. Самые главные вопросы, которые меня волнуют, это предназначение печати и герба. И есть ли у меня родственники на территории России. Это самое главное. Как и все люди, да, как все люди на этой планете. Земля, естественно, хочет найти своих родственников. которые, возможно, живут сейчас на территории России, которые, возможно, живут на территории других стран, эмигрировали в другие страны, в Европу, в Штаты, в Канаду, куда была основная эмиграция Белой Гвардии. Поэтому, если хотите внести и свою частичку в историю России, в историю Российской империи, присоединяйтесь к этому поиску информации по семье Алана. Ну, спасибо большое. Друзья, как всегда, вся надежда только на вас. Я знаю, что вы знаете все. Вот такие вот интересные встречи мне подарило мое путешествие по Патагонию. И историй здесь таких на самом деле очень много, но не все соглашаются давать интервью, поэтому я очень благодарна Алану, что он согласился на это, потому что для меня вот такие вот человеческие истории, они на самом деле намного интереснее даже той всей прекрасной природы, которую я здесь увидела, узнала и так далее.